В IPS работы уже два года, в совокупности опыт работы около трех лет. Хочу сегодня поговорить о теме типа данных, переменной их значения в языке программирования JavaScript. Рассчитан этот семинар, эта презентация как на начинающих разработчиков, так и на опытных уже. Например, опытные разработчики могут освежить себе знания, а начинающие могут найти что-то новое для себя. С вашего позволения, я во время презентации выключу веб-камеру, чтобы не было проблем с интернетом. В общем, предлагаю тогда начинать. О чем мы сегодня будем вообще говорить? Мы дадим простые определения терминов. Будет небольшой краткий обзор о том, о чем мы сегодня будем говорить. Далее уже будут разделы, где мы будем подробно разбирать, какие типы данных есть, какой у них функционал, какое поведение и их особенности. Поговорим о том, как преобразовывается значение из одного типа в другое. Поговорим о переменных и дадим небольшое заключение. Начнем с определения. С неотъемлемой частью работы компьютерных программ являются значения и взаимодействие с ними. В языке программирования одной из основополагающих характеристик языка является набор поддерживаемых типов данных. Или другими словами разнообразия возможных значений. Для хранения значений в программе с целью их использования в будущем существуют переменные. У переменных есть имена, которые можно использовать в программе для получения сохраненного значения. В каждом языке программирования есть свои особенности работы с переменами. Переходим сразу же в раздел «Краткий обзор». В языке программирования JavaScript типы данных условно можно разделить на две категории. Это элементарные типы и объектные типы. Начнем с элементарных. Существует шесть элементарных типов в JavaScript. Это числа, которые в свою очередь делятся на два типа. Это тип number, тип begin, строки, бодевские значения, символ, null and defined. Что такое объектные типы? Сам по себе объект – это коллекция свойств, у которых есть теми и значения, где значение может быть элементарным значением или другим объектом. Объектных типов или по-другому форматов существует много. Это, например, обыкновенный объект, массивы, функции, классы, а они тоже являются объектами первоначально. И всякие специализированные объекты наподобие date, error, map, set – их, в общем, много. У каждого вида объекта есть свой набор свойств и методов по-другому функции. Несмотря на то, что элементарные значения не являются объектами, они ведут себя так, будто бы у них есть методы. Об этом мы поговорим немного попозже, почему так. В JavaScript нет возможности вызывать методы только на значениях null и undefined. Да, коллеги, еще хочу вам сказать, если у вас появятся какие-то вопросы, в ходе семинара, в ходе презентации, вы можете либо голосом говорить, перебивать меня, либо можете в чат писать. Ну и также будет возможность в конце семинара тоже задавать вопросы. Сразу все отвечу. Теперь поговорим о переменах. Переменные в JavaScript позволяют использовать их имена для получения значений в программе и дальнейшего взаимодействия с ними. Для объявления переменных используются ключевые слова const, для объявления констант, и let для объявления изменяемых перемен. Также в старом JavaScript существует ключевое слово var. Перемены являются нетипизированными. В их объявлениях не нужно писать, какой тип будет использоваться в их значении, в отличие от других типизированных языков программирования. Ну и теперь в этом разделе, в разбор типов данных, мы более подробно уже будем говорить, что из себя представляет тип данных, какие они бывают, какое у них функционал и поведение. В этом разделе, ну как я уже сказал, мы подробно рассмотрим существующие типы данных в JavaScript, поговорим о возможных значениях, присущихся для каждого типа. Начнем с числового типа, с типа number. В отличие от более низкоуровневых языков программирования, в JavaScript целые числа и дробные числа не разделяются на разные типы. Вместо этого существует один основной числовой тип, который является форматом с плавающей точкой. Ну, другими словами, переменные такого типа мы можем записывать как и целые числа, как и дробные. Такой тип может предоставлять следующий диапазон чисел. Для дробных чисел это плюс-минус 5, умножить на 10, минус 324 степени, до плюс-минус 1,797 и так далее, умножить на 10, 308 степени. Целые числа мы можем предоставить в диапазоне от минус 2,53 степени до 2,53. Также к типу number относятся значения infinity и none. Infinity это означает бесконечность. Также есть минус infinity, минус бесконечность. И значение none означает не число. То есть none расшифровывается как not a number. Когда значение записано в коде, его называют литералом. Существуют разные форматы числовых литералов. Для чисел разных по основанию есть следующие литералы. Десятичные числа мы записываем как обычно, как мы привыкли записывать. 0, 5, 10 и так далее. Двоичные числа, чтобы интерпретатору JavaScript сказать, что мы сейчас объявляем двоичное число, перед самим двоичным числом, как здесь 1, 0, 1, 0, мы должны написать два символа 0b. Таким образом, когда JavaScript интерпретатор видит 0b, он понимает, что сейчас за этими символами последует двоичное число. С восьмеричными и шестнадцатиричными числами нужно действовать также по аналогии. Только в восьмеричных числах мы пишем 0o, а в шестнадцатиричных 0x. Также не обязательно писать b, o и x в нижнем регистре. Можем писать и в верхнем регистре. И также в шестнадцатиричных числах мы можем само шестнадцатиричное число писать как и в нижнем, так и в верхнем регистре. Литералы чисел с плавающей точкой, дробные, могут состоять из трех частей. Вначале пишется целая часть, далее идет точка, которая отделяет целую часть от дробной. Причем точка здесь является десятичной, то есть дробные числа. Другими словами мы можем писать только в десятичном представлении. Мы не можем писать дробные числа восьмеричные, шестнадцатиричные или двоичные. Также для дробных чисел мы можем использовать экспоненциальную запись, когда мы после дробной части пишем букву e, а затем число. Сейчас мы поговорим о том, что означает эта экспоненциальная запись. До этого давайте рассмотрим, как вообще можно десятичные числа записывать в JavaScript. Ну, стандартно, 23,14 – это как мы привыкли писать и в тетради. Далее мы можем не указывать целую часть, сразу писать точку 123, например. Мы можем не писать целую часть в том случае, если у нас целая часть равна нулю. Интерпретатор это поймет, и он поймет, что мы пишем 0,123. Как выглядит экспоненциальная запись? После дробной части мы пишем букву e, далее пишем число. И что это означает? Это означает, что мы будем умножать наше дробное число на 10 в степени числа, которое мы указали. То есть в данном случае на 10 в степени 4. Также, как мы видим в последнем примере, мы можем и минусовую степень использовать, и также мы можем дробную часть писать 0. То есть интерпретаторы тоже понимают, но не считают это ошибкой. В любые числовые литералы можно добавлять символ нижнего подчеркивания для более лучшего восприятия чисел. Например, вот у нас есть десятичное число 1 миллион. И чтобы как-то нам сразу сходу понять, что это 1 миллион написан, мы с нижним подчеркиванием разделили тысячные части. И так проще это воспринимать. Также можем и 16-ти ричные числа писать с нижним подчеркиванием, и дробные числа, и восьмеричные, и двоичные. Разницы нет. Единственное, в восьмеричных, двоичных и 16-ти ричных числах мы не можем писать символ нижнего подчеркивания между 0 и х. То есть в двоичном это 0 и b, восьмеричном 0 и о. Мы не можем там писать, потому что это не число. Можем именно в самом значении писать 76, a, b. Внутри него можем. И также касаемо дробных чисел, символ нижнего подчеркивания мы можем писать между чисел, но его нельзя писать рядом с точкой, по соседству с точкой нельзя писать. Также любой числовой литерал может начинаться со знака минус, тем самым делая число отрицательным. Числа с плавающей точкой технически имеют двоичное представление. Например, если у дроби знаменатель 2 в степени n, то есть это такие дроби, как 1, 2, 1, 8, 1, 64, JavaScript может представить точно такие дроби. Но дроби с другими знаменателями, например, знаменатель, у которого основание 10 в какой-то степени, будут записаны уже приближенно. Что это означает на практике? Что все будет работать корректно до тех пор, пока мы не захотим произвести сравнение или какую-то арифметическую операцию. Например, создаем мы переменную a, которую записываем в значении 0,2. И также мы создаем переменную b, в которой мы тоже хотим записать значение 0,2, но только немного другим способом. Мы из 0,3 вычитаем 0,1. И что в итоге получается? В первом случае переменная a записалась правильно, а во втором случае переменная b уже не совсем похожа на 0,2. Она приближенная, но это не совсем. Это вот именно технический момент такой. И на практике мы можем столкнуться с такой ошибкой, что вроде бы две переменные должны иметь одно значение, а оказывается, что это не так. Ну и как с этим бороться? Если в программе важно, чтобы значения чисел были точными, то можно отказаться от дробных чисел в пользу целых чисел. Например, вместо записи 1,5 килограмм можно использовать запись в граммах, это, например, полторы тысячи грамм. Таким образом мы избегаем использования дробных чисел, у нас таких ошибок может и не появиться. Далее. Еще один числовый тип – это тип begin. Тип begin является 64-битным, как и number. Но в отличие от number, тип begin предоставляет только целые числа. В связи с этим диабазон чисел сильно увеличивается. Максимальное и минимально возможное значение числа зависит от движка JavaScript. На самом деле эти числа могут быть очень большими. В одном числе, например, может 10 тысяч цифр находиться, и это будет считаться числом. Числовые литералы такие же, как и в типе number, только в конце добавляется символ n. Получается, с типом begin мы можем писать значения точно такие же, как и десятичные числа, так и шестнадцатиличные, двоичные и восьмиричные. Только в конце этого значения мы еще добавляем букву n. И таким образом JavaScript понимает, что сейчас мы пишем число вот с таким типом, а не с обычным. Помимо литерального создания числа begin, можно получить и из обыкновенных чисел или строк с помощью глобальной функции begin. Просто мы передаем в эту функцию аргумент, число либо строку, и begin. И у нас получается число begin из обычного числа или из строки. Ну, по сути, просто добавляется буква n в конец часа. Арифметические действия с числами begin работают так же, как с обычными числами, кроме операции деления. При делении остаток отбрасывается. Ну, вот, например, сложение, вычитание и умножение работает ожидаемо, как и с типом number, то есть 1 плюс 1 равно 2, 2 минус 1, 1 и так далее. А вот при делении 10 поделить на 3 у нас получится не целое число, у нас получится число 3,3 в модуле. Ну, то есть будет какой-то остаток. Но в случае begin этот остаток отбрасывается, и поэтому мы получаем значение 3 иен. Если нам необходимо знать, какой остаток в процессе такой операции получается, мы можем использовать просто операцию деления по модулю, тогда мы получим остаток. Хоть и арифметические операции с числами begin работают почти так же, как и с number, смешить эти два типа нельзя. Несмотря на то, что эти два типа похожи друг на друга, у них есть различия. Begin может предоставлять очень большие целые числа, а в то время как у number есть какое-никакое ограничение, которое мы знаем. При этом number может предоставлять дробные числа, а begin не может, begin вообще не работает с дробными числами. При этом делать операции сравнения можно, и работают они тоже вполне ожидаемо. Теперь поговорим о строках, о строковом типе. Строка – это текстовый тип данных, упорядоченная последовательность 16-битных значений, каждый из которых является символом Unicode кодировки UTF-16. Другими словами, строка – это что-то наподобие массива, где каждый элемент которого – это какое-то 16-битное значение, символизирующее какой-то символ. Unicode – популярный в интернете стандарт кодирования символов, который может закодировать большинство письменных языков мира. Наиболее часто применяемые символы Unicode умещаются в 16-бит, но бывают символы, которые не умещаются в 16-бит, и они кодируются с применением правил UTF-16 и могут состоять из двух 16-битных последовательностей. То есть, грубо говоря, если рассматривать строку как массив, то два элемента этого массива будут являться только одним символом, и это немного путает. Таким образом, при одном символе, состоящем из двух 16-битных значений, их еще называют суррогатные пары, длина строки будет равна двум. Большинство строковых методов не учитывают суррогатные пары, отсюда может возникнуть непредсказуемое поведение. Однако цикл for-off, либо оператор spread, работают именно с целыми символами, а не с 16-битными значениями. Таким образом, мы можем использовать эту функциональность, чтобы разделять символы и их код. Строковые литералы бывают трех форматов. Это когда мы текст в строку пишем в одинарных кавычках, второй формат – это когда мы пишем в двойных кавычках, и третий формат – это когда мы пишем в обратных кавычках строк. В самом по себе тексте мы можем использовать кавычки, в которые обернута строка, но главное, чтобы они отличались от этих кавычек. То есть внутри текста не должны быть такие кавычки, в которых заключена сама строка. Хотя на самом деле это тоже решаемо, и об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. У каждого формата литералов есть свои особенности поведения. Литерал с одинарными кавычками в ходе нельзя разбивать на несколько строк. Если строка длинная, то будут определенные неудобства при чтении строки. Литерал с двойными кавычками уже можно разделять на несколько строк, просто нам нужно в конце каждой строки писать символ слэша. При этом сам слэш не попадет в значение самой строки, то есть когда мы будем выводить на экран эту строку, слэша там не будет. Однако при выводе на сам экран текст все равно останется в одной строке. То есть несмотря на то, что он в коде поделен на несколько строк, строка будет одна. Для разделения текста на строки, именно когда мы выводим текст на экран, можно использовать последовательность символов слэш-эн, как в одинарных кавычках, так и в двойных. Ну и таким образом, если мы хотим поделить текст на строки, мы просто между строками пишем слэш-эн, и хоть у нас, например, в коде и записана эта строка в одной строке, этот текст в одной строке, на экране уже этот текст будет умещаться в две строки. Литерал с обратными кавычками можно разделять на несколько строк без применения символов, и этот код будет валидный. Причем в таком варианте перевод на новую строку сохранится, и на экран строка выведется именно в таком виде, в каком она находится в коде. Формат написания строки с обратными кавычками еще называют шаблонами и литералами. У таких литералов есть особый функционал, в него можно встраивать выражение JavaScript. Чтобы устроить выражение JavaScript в шаблонный литерал, нужно заключить выражение доллара и фигурные скобки. Таким образом, вот здесь пример есть, где мы создаем переменную x, переменную y, это числа, и мы хотим создать строку, где будет написана сумма равна сумме этих чисел. И чтобы в строке была сумма, мы просто заключаем выражение x плюс y в фигурные скобки и в доллар. При таком формате написания бежок JavaScript выполнит выражение x плюс y, то есть он сложит эти два числа, один плюс два сделает, и преобразует результат в строку и ставит полученное значение вместо долл фигурные скобки x плюс y. Выражение x плюс y в таком случае называется интерполированным, то есть, другими словами, встроенным в строку. Помимо стандартного формата шаблонного литерала, есть формат, называемый теговым шаблоном литералов. Есть пример, как это выглядит. Для начала давайте посмотрим на самую последнюю строку, где у нас написано myTag, это название функции, и сразу же без вызова функции у нас идет шаблонный литерал, строка с обратными кавычками. Что происходит в таком случае, мы сейчас поговорим. Давайте поговорим о том вообще, как использовать такой синтез. Чтобы использовать теговый шаблонный литерал, нужно перед обычным шаблоном литералом написать название функции, или это еще называют тегом. При таком написании функция myTag вызывается особым образом. В качестве аргумента функции будет массив, состоящий из текста литерала, и будут еще в функцию приходить интерполированные значения. Теперь давайте рассмотрим на примере, как это все работает. Мы создали три переменные, часы, минуты, секунды, и создали функцию, которая является теговой функцией. Она будет обрабатывать наш шаблонный литерал. Далее, чтобы вызвать эту функцию, чтобы использовать функциональность тегового шаблона литерала, мы должны написать название функции и сразу же за ней не писать скобки, а писать именно обратные кавычки, в которых будет какой-то текст, какие-то значения. И таким образом функция myTag вызовется, и вызовется она особым образом. В нее не придет один аргумент в виде строки, в нее придет несколько аргументов. Первый аргумент – это массив, состоящий из текста нашего шаблонового литерала. В данном случае текст будет делиться на несколько элементов массива, то есть будет браться текст, который находится между нашими выражениями JavaScript, то есть между course, minutes и seconds. А следующие аргументы, которые приходят в функцию, это аргументы, которые наши переменные, в общем, horse, minutes и seconds. Они могут приходить в неограниченном количестве, в зависимости от того, сколько мы их указали в самом шаблонном литерале. Но чтобы нам с ним удобнее работать, мы с помощью синтакса многоточия заключили все наши переменные в массив. Далее, что будет на выходе такой функции, мы уже решаем сами. То есть мы, по сути, неважно, какой текст мы передадим в эту функцию, потому что мы можем вернуть, по сути, любое значение. Вот как здесь я возвращаю значение 123. Ну, в общем, на выходе, как мы видим, после использования синтаксиса такого шаблона литерала, мы получаем 123. Есть разные кейсы применения такого синтаксиса, но на самом деле в практике я только один раз встречался с таким. Поэтому это, можно сказать, такая экзотическая функциональность. Теперь давайте поговорим об управляющих последовательностях. Что такое управляющие последовательности? Это последовательность символов, которые предоставляют символ UniteCode, или символ, который по-другому невозможно представить строк. Например, мы не можем записать условно символ пробела, или символ бэкскейпа, удаления, или символ сдвига каретки. Но с помощью такой управляющей последовательности мы это можем сделать. Начинается управляющая последовательность всегда с символа слэша. Например, символ новой строки, ну или по-другому интер, записывается в строке как слэш и буква M. Для управляющей последовательности есть определенный набор символов и правил. Если после слэша следует символ, не входящий в этот набор, то косая черта игнорируется. В том числе, если мы просто в строке запишем косую черту, она не отобразится так просто на экране. Она проигнорируется. И как ее отобразить, мы сейчас поговорим об этом. На этом слайде представлены возможные наборы управляющих последовательностей. Есть какие-то очевидные управляющие последовательности. Например, есть символ табуляции, пишется как слэш т. Есть символ вертикальной табуляции, как пишется слэш в. Возврат каретки, то есть, другими словами, когда мы нажимаем, переводим курсор влево, это называется возвратом каретки. Мы можем использовать в строке, которая записана через двойные кавычки, использовать внутри строки двойные кавычки. Но не просто так. Мы должны сначала перед ней записать символ слэша. По-другому это еще называется экранирование. Также можем символ одинарной кавычки писать в тексте, который заключен в одинарной кавычке. И вот касаемо обратного слэша, про который я говорил, что он всегда игнорируется, когда мы ему пишем текст. И так вот, если мы хотим его вывести на экран, тогда мы должны его тоже экранировать, то есть перед самим слэшем написать еще один слэш. Таким образом интерпретатор поймет, что мы хотим вывести этот символ, а не использовать его функциональность. И также с помощью такой управляющей постоянности, как слэш икс, слэш у, мы можем писать символы из таблицы Unicode. Для этого есть разные варианты писать такие символы. Например, рассмотрим первый вариант слэш икс и две буквы n. В данном случае две буквы n – это две 16-ти ричные цифры, которые соотносятся с каким-то символом Unicode. То есть таким образом мы можем на самом деле текст писать, не используя конкретные какие-то символы, которые у нас есть на клавиатуре, а используя последовательность цифр 16-ти ричных. С строковым типом данных еще тесно связан объектный тип данных – это regex, по-другому регулярное выражение. Он предназначен для описания строковых литералов. Есть ряд методов строк, которые работают с регулярными выражениями. И пример записи значений регулярного выражения представлен ниже. Регулярное выражение заключается в два слэша, и внутри него пишутся какие-то правила. Их там на самом деле немного. Заострять внимание в этом семинаре мы не будем. Но небольшой функционал рассмотрим. Например, здесь записано регулярное выражение, которое можно соотнести со строкой. С какой строкой мы можем соотнести? Представлено ниже. Условно, если у нас есть два значения от 1 до 9, от 0 до 9, само регулярное выражение. Это означает, что это регулярное выражение, грубо говоря, равно любой строке, у которой есть два символа, и эти символы – это цифры. И причем первая цифра не должна быть равна нулю, а вторая цифра уже может быть равна нулю. И мы можем так представить числа от 10 до 99 получается. Вот такое регулярное выражение у нас будет равно любой из этой строки. Теперь давайте поговорим про булевские значения. Булевский тип данных имеет только два значения – true или false, то есть истинно или ложь. Эти значения являются результатом операции в сравнении. Обычно их применяют в таких операторах, как if-else, switch-case или интернарный оператор. Итак, приведем пример. Создаем переменную x, которая равна 5. И в операторе e-fals мы проверяем, равно ли x 5. Если равно, то у нас получается из этого сравнение значение true. А если и не равно, то получается значение false, и мы можем вывести это значение. То есть, грубо говоря, это сравнение преобразуется в булевское значение. Абсолютно любое значение JavaScript может быть преобразовано в булевское значение. Значения, которые преобразуются всегда в false, это такие значения, как now, 0, минус 0, none, пустая строка, либо undefined. Все остальные значения, числа отличные от нуля, не пустые строки, объекты, символы и так далее преобразуются в true. Причем объекты, например, могут быть даже пустыми, без каких-либо свойств, все равно такой объект преобразуется в true. Для булевских значений есть свои операции. Например, операция логическая e, ее можно воспринимать как умножение, где true является единицей, а false является нулем. И здесь приведены примеры, какие будут результаты при таких операциях. То есть, мы получаем true только тогда, когда оба значения у нас true. Есть операция логическая или где результат будет равен true, если хотя бы одно из значений равно true. И также есть операция отрицания символа восклицательного знака, меняя значение на противоположное. Теперь поговорим о типе данных, который называется символ. Это специальный тип данных, значение которого используется как нестроковые имена свойств объекта. Для создания значения символа нужно вызвать функцию символ. Символ с необязательным аргументом строкой. Здесь аргумент будет выступать в качестве описания символом, то есть ту строку, которую мы передали, это не будет являться значением, это просто будет являться значением, которое говорит о том, какой здесь символ записан. И ниже представлен синтаксис создания значения с типом символ. Для этого нам нужно вызвать функцию символ. И далее, когда мы выводим в консоль это значение, у нас выводится что-то подобное. То есть не совсем понятно, как это значение выглядит, но на самом деле и понимать тоже не нужно, потому что она используется немного для другого. Функция символ никогда не возвращает одно и то же значение, даже если в качестве аргументов использовать одну и ту же строку. Такое поведение полезно для именования свойств объекта. То есть мы можем в объекте создать свойства, где наименование свойств не будет являться строкой, а будет являться символом. То есть это одна из функциональностей, для чего нужны символы. При таком использовании мы можем быть уверены в том, что наши свойства, не имея исходного символа, ну, грубо говоря, не имея переменной x, никто это свойство не сможет перезаписать, потому что он не сможет обратиться к этому свойству объекта простым способом. Такую особенность можно использовать при создании библиотек, например. Если разработчик не хочет, если разработчик библиотеки не хочет, чтобы там словно в каком-то его объекте, который он отдает на использование, что-то перезаписали, то что если что-то перезапишут, то это может поломать функциональность. Поэтому это в их интересах использовать такое. Символы также используются в качестве механизма расширения языка. Например, можно использовать глобальный символ, символ и итератор в качестве свойства объекта для реализации метода итерации. Другими словами, сделать возможность из прохода по объекту, итерирования по объекту, используя цикл for-off. Как мы знаем, чтобы проитерироваться по объекту, есть специальный синтаксис for-in. А если мы хотим сами как-то этот процесс контролировать, то мы можем путем такого расширения сделать так, чтобы наш объект был итерирован в цикле for-off. Ну и как можно использовать этот символ для реализации такой функциональности? Мы создаем какой-то объект, и у этого объекта мы создаем свойства с именем символ-итератора. И далее этому свойству мы присваиваем значение. Это значение является функцией, которая делает такую функциональность. Прямо сильно подробнее будем заострять внимание на том, как реализовывать этот метод. Ну, просто в целом я об этом рассказывал, чтобы было понимание, для чего еще могут использоваться символы. Также есть возможность создать свои глобальные символы для общего использования. Чтобы добавить свой символ в реестр символов, нужно вызвать функцию symbol for. с аргументом. Этот аргумент – это название символа или описание другими словами. Если в реестре уже есть, если в реестре символов уже есть этот символ с таким названием, то функция вернет этот символ и не будет создавать или перезаписывать уже существующий. Переходим к следующему типу, к следующим двум типам – это null и undefined. Типы null и undefined имеют единственное значение для своих типов – это null и undefined соответственно. Эти значения обычно применяются для указания отсутствия значения. Эти значения очень похожи друг на друга, но есть небольшие различия. null обычно применяют там, где явно нужно указать об отсутствии значения. Undefined, помимо явного присваивания перемены, можно получить еще при обращении к неинициализированной перемене, при обращении к несуществующим свойствам объектов. Также мы можем получить undefined как аргумент функции, если не передать этот аргумент при вызове функции. Также функция, которая явно не возвращает какое-то значение, всегда будет возвращать undefined. На практике эти два значения обычно не разделяют, хотя рекомендуется применять null там, где нужно явно указать отсутствие значения, а значение undefined оставить для выявления какого-либо непредвиденного поведения программы. Условно, если мы видим в программе, что появилось значение undefined, значит, что-то пошло не так, и нам нужно искать ошибку. Идеология такая. Теперь поговорим про объекты. Это фундаментальный тип данных в JavaScript. Значением такого типа данных являются множество других элементарных значений или объектов. Объект является неупорядоченной коллекцией свойств, каждый из которых состоит из названия свойства и значения свойства. Названия свойств состоят из строк, могут состоять либо из строк, либо из символов, как мы рассматривали ранее. Помимо свойств, которые мы явно определили, объект может наследовать свойства другого объекта. Это называется прототипированием. Это особенность языка JavaScript. Благодаря прототипированию есть такое большое разнообразие специализированных объектов или по-другому объектных типов. Массивы. Массивы – это объекты, которые представляют из себя упорядоченную коллекцию значений. Для каждого значения в массиве задан числовой индекс, название свойства. Массивы в JavaScript являются нетипизированными и могут содержать значения любых типов. То есть в одном массиве у нас может по нулевому индексу, например, быть число, по второму индексу объект и так далее. Максимальное количество элементов массива может быть равно 4 миллиардам. Так как массивы – это объекты, у них есть свойства. Например, мы создаем массив, состоящий из единицы и двойки. И вроде бы казалось, что массив – это какой-то отдельный тип, но на самом деле, так как это объект, мы можем обратиться к его свойству, лэнс, который говорит о том, какая длина у этого массива. Также мы можем обратиться вот здесь, такой синтаксис array в квадратных скобках 0. Это означает, что мы обращаемся, что мы хотим достать из массива элемент под какому-то индексу. Но на самом деле это еще можно воспринимать так, что мы у объекта array, которого мы создали, хотим взять свойства, у которого имя 0. Также, например, еще одна вещь, говорящая о том, что массивы – это объекты, это, например, у массива есть метод reverse, то есть это какая-то функция, объект, который мы вызываем. Поговорим о функциях. Как говорилось ранее, в качестве значения и свойств объекта могут выступать и другие объекты. Функция, в данном случае метод reverse, который мы вызывали, относится к объектному типу данных. Хоть и не похоже, что функция – это объект, потому что у нее какой-то синтаксис другой, мы как-то ее по-другому объявляем и вызываем. Объект, например, мы не можем вызвать как функцию, мы не можем после названия объекта написать скобочки. Но вот с функцией мы можем обращаться как с объектом. Например, в ранее созданной функции myFund мы можем получить свойства, с названием name. Мы можем также посмотреть длину функции. Здесь точка length означает количество аргументов, которое должно прийти в функцию. В свою очередь, самих функциональных типов существует несколько. У нас бывают разные типы функций. Это какие-то обычные функции, которые можно по-разному объявлять. Например, function declaration, function expression. Также у нас есть стрелочные функции. У нас есть еще асинкронные функции. У них тоже свой такой синтаксис специальный. Нужно добавлять слово асинк. Есть генераторные функции. Это когда мы после функции пишем звездочку. И они нужны для того, чтобы реализовывать функционал. Также функциональным типом можно отнести и классы. И о них мы сейчас поговорим. Классы – это специальные функции, некий синтаксический сахар над самими функциями, которые упрощают создание специальных объектов и их наследование. Как мы видим, у класса тоже свой синтаксис записи. Но, несмотря на это, мы класс можем записать синтаксисом функции. То есть для этого мы самой функции тоже можем написать zis.x равно x. Да, функция не будет именно такого явного определения конструктора, но все же он там будет. И, как мы видим, мы немного с классами тоже по-другому обращаемся. Чтобы получить экземпляр класса, мы пишем ключевое слово new point. А на выходе мы получаем объект. Если мы в консоль попробуем вывести класс, то, конечно, мы не увидим объект, который сейчас здесь написан. Мы увидим что-то вроде класс, point и все, что мы написали. Как мы видим, после создания экземпляра класса, мы получаем объект, у которого присутствуют свойства, характерные для этого класса. То есть таким образом, хоть классы и кажутся чем-то другим, не похожим на объект, все же это объекты, у которых тоже бывают свойства, методы и так далее. Давайте поговорим о том, как проверить тип значения. Для того, чтобы определить, к какому типу относятся значения, к какому типу относятся переменные, есть оператор typo. Например, мы создаем переменную x с значением 1. То есть 1 – это числовой тип. Когда мы вызываем функцию typo, после typo пишем название переменной, мы получаем название типа, к которому относятся эта переменная. И то есть так можно сделать с разными типами данных, с boolean, можно также сделать со строками и так далее. Но есть неочевидные результаты. Например, когда мы пишем typo.null, вроде бы казалось, мы недавно говорили о том, что null – это отдельный тип, это не объект, но typo вводит нам, что это значение является объектом. Так сложилось исторически в JavaScript. В целом нам, как программистам, не нужно считать null объектом, потому что мы его используем как отдельный тип. Также если мы попробуем вызвать typo функции, ранее мы говорили, что функция – это объект, а здесь typo показывает, что функция – это функция, что это именно отдельный тип такой функции, хотя это не так. И с классами то же самое, когда мы пытаемся выяснить, какой тип данных у класса мы получаем функцию. Вот, кстати, об этом мы ранее говорили, о том, что класс – это в первую очередь функция, а функция – это объект. И сейчас мы немного подробнее поговорим о том, что делать в таких вот ситуациях, когда вот какие-то неочевидные результаты происходят. Для объектов существуют операторы instance of, которые проверяют, к какому типу принадлежит этот объект. Оператор смотрит на цепочку прототипов данного объекта и возвращает true, если найдено совпадение. Ну, например, мы создаем массив. Как мы говорили ранее, массив – это объект. И когда мы пытаемся вызвать этот оператор для массива и укажем в качестве ожидаемого значения, что массив принадлежит глобальному объекту array, мы получим true. Когда мы попробуем узнать, является ли массив объектом, мы тоже получаем true, потому что массив – это и есть объект. У функции то же самое. Если мы попробуем вызвать этот оператор для функции и указать, что мы ожидаем, что это значение является объектом, мы тоже получим true, потому что функции являются объектами. На данном моменте мы с типами данных относительно закончили, сейчас мы немного поговорим про преобразование типов. JavaScript является динамическим, типизируемым языком программирования. Эта особенность делает язык очень липким в плане преобразования значений из одного типа в другой. Преобразование типов условно можно разделить на две категории. Это неявное преобразование и явное. Неявное преобразование – это когда интерпретата JavaScript встречает на своем пути операцию, для которой характерен определенный тип данных, и если значение не соответствует этому типу, то JavaScript преобразовывает значение в необходимый тип. Например, мы пытаемся умножить строку со значением 2 на такую же строку. Казалось бы, как можно строку умножить на строку, но JavaScript это можно сделать. В данном случае, когда одна строка умножается на другую, интерпретатор видит операцию умножения, для которой он ожидает получить в качестве аргументов числа, а не строки, и он пытается преобразовать строковые значения в числовые по определенным правилам. Таким образом, строки преобразуются в числа 2, а затем уже умножаются. Поэтому в JavaScript такое возможно умножать строку на строку. И здесь приведена таблица правил преобразования одного типа данных в другой тип данных. Прям полностью мы ее осмотреть, конечно, не будем, но так посмотрим интересные преобразования. Например, значение true мы можем преобразовать число, и это будет единицей. Если мы захотим true преобразовать в строку, то у нас просто появится вместо значения true строка с текстом true. Есть значение undefined. Как оно преобразовывается? Булевское значение, как мы говорили ранее, оно всегда преобразуется в false. Если мы захотим undefined преобразовать число, непонятно, как такое предоставлять, и поэтому интерпретатор выдаст вместо числа значение none. Как мы говорили ранее, none – это тоже число, относится к числовому типу данных. Также, например, когда мы пустую строку пытаемся преобразовать в булевое значение, мы получаем false. Когда строка не пустая, мы получаем true. также, если в строке находятся только числа, и мы пытаемся преобразовать такую строку в число, то мы и получим на самом деле число. А если в строке помимо чисел находятся еще какие-то другие символы, например, буквы, то при попытке преобразовать такую строку в число у нас появится значение none. С остальными значениями более-менее понятно, кроме объектов. Например, мы в предпоследней строчке пытаемся массив привести к разным типам. И когда массив пытаемся привести к булевому значению, то мы всегда будем получать true, потому что неважно, заполнен массив или нет, главное, что он есть. То есть, когда мы попытаемся преобразовать массив в число, в случае, если в массиве нет никаких значений, либо есть одно значение числовое, числовое, либо строка, которая является числом, то тогда в таком случае преобразование даст нам число. Но если в массиве что-то находится помимо этого, то мы получим тоже значение none. И также в массив, например, мы можем преобразовывать в строку, об этом мы чуть попозже поговорим. И самое интересное, это когда мы пытаемся объект преобразовать, объект функции или классы преобразовать в числа или в строки. С булевым значениями все понятно, они преобразуются всегда в true. Но если мы пытаемся преобразовать в число объект, например, то мы не получаем число, мы получаем объект почему-то. Если мы пытаемся функцию преобразовать в число, то мы получаем none. Если мы объект пытаемся преобразовать в строку, то мы тоже получаем непонятно что, мы получаем какую-то строку, в которой написано object object. А в случае функции мы получаем код функции, который мы написали. То есть там нет какого-то такого осознанного преобразования. Мы просто, что мы написали, как мы функцию объявили, так она в строку и преобразовывается. Но это все можно исправить. Если элементарные значения преобразуются в другой тип предсказуемое, то с объектами, в том числе массивами, функциями и так далее, дела обстоят сложнее. У объектов есть методы преобразования в элементарные значения. Для каждого типа могут быть свои, но не всегда их реализация бывает полезной. Поэтому эти методы мы можем переопределять, тем самым задавая свои правила преобразования объектов в элементарные значения. Рассмотрим несколько способов преобразования объектов в элементарные значения. Первый способ заключается в создании у объекта свойства с именем SymbolToPrimitive. То есть мы видим, что это тоже одна из особенностей типа символов. То, что, как говорилось ранее, они в том числе нужны для расширения языка. SymbolToPrimitive – это глобальный символ, который нужен для обозначения метода преобразования объектов. Когда интерпретатор JavaScript встречает объект, когда сам JavaScript хочет перевести значение объекта в элементарное значение, он смотрит, есть ли у него такой метод с таким названием SymbolToPrimitive. Здесь представлен пример, сейчас мы поговорим о нем подробнее. А в зависимости от того, какой тип ожидает интерпретатор, метод вызывается с аргументом, с желаемым типом. Если интерпретатор точно не знает, какой тип нужен, например, операция плюс работает как с числами, так и с строками, то аргумент будет равен default. Давайте посмотрим на предпоследнюю строчку примера, где мы пытаемся 4 умножить на объект, который мы ранее создали. Что в таком случае происходит? Интерпретатор у объекта вызывает, когда он видит, что объект хотят умножить на число, он берет у объекта свойства с названием SymbolToPrimitive, вызывает эту функцию, этот метод с типом number, потому что интерпретатор хочет видеть в этой операции число, поэтому он передает функцию значения number. На выходе эта функция возвращает какое-то нам числовое значение, и далее, когда JavaScript вместо объекта получает уже числовое значение, он уже производит операцию умножения. Теперь давайте поподробнее рассмотрим саму реализацию. Мы создаем объект, const object, у которого есть простые свойства, свойство x, которое число, свойство y, которое является строкой, и создаем метод с названием SymbolToPrimitive. Этот метод будет являться функцией, которая будет принимать себя один аргумент. Этот аргумент может быть трех разных значений, number, string или default. Зависит от того, какое значение хочет интерпретатор получить. И далее мы эту функцию можем реализовать по своему усмотрению. Здесь есть самая простая реализация, где мы проверяем, какой аргумент нам пришел. То есть мы узнаем, какое значение необходимо вместо объекта получить. И условно, если hint равен number, то мы из этого объекта возвращаем значение x. То есть, по сути, мы возвращаем значение 1. Если вдруг получится так, что интерпретатор хочет получить строку, он вызывает функцию со значением string, и мы возвращаем строку из объекта. То есть возвращать не обязательно какие-то там, например, свойства, которые у объекта есть. Мы можем что угодно вернуть по нашему усмотрению. Вот как в последнем примере, где мы просто возвращаем 123. Для чего я это сделал? Это нужно для того, когда функция вызывает значение default. Default интерпретатор дает в качестве аргумента тогда, когда они знают точно, какое значение он хочет получить. Как говорил уже ранее, при операции плюс, на самом деле операция плюс в JavaScript, которая есть, она может работать как и с числами, складывать числа, она может работать еще со строками. В таком случае это будет конконсинация строк, то есть слияние двух строк в одну. И поэтому в таком случае интерпретатор может не понять, какое значение здесь нужно конкретно. И такой кейс мы тоже должны обработать, ну и вернуть какое-то значение условно 123. Второй и третий способы заключаются в использовании методов toString и valueOf. Если метод из первого способа не определен, то используются эти методы. Они уже, как правило, есть в объектах, но мы можем их переопределить. Для чего их переопределять? Потому что, как мы видели ранее из таблицы, сейчас вам покажу, у нас в самой последней строчке объект непонятно преобразуется в строку. У нас из объекта получается какая-то строка, где object, object написано. И этот нам, по сути, никакой пользы не дает вообще. Для этого мы можем переопределять эти методы. Когда нам необходима строка, вместо объекта интерпретатор вызывает метод toString у объекта. Тем самым он хочет получить вместо объекта строку. Если же необходимо число, то вызывается метод valueOf. Эти методы на самом деле взаимозаменяемы. Если какого-то из них нет, то вызывается другой. Теперь давайте поговорим про явные преобразования. Методы, которые мы определяли на двух простостайдах, где символ toPrimitiv, toString и valueOf, можно вызывать вручную, как обычные функции. Обычные методы у объекта. В таком случае это уже будет явное преобразование значения одного типа данных в другой, так как в коде мы это явно указываем. Для каждого типа данных есть свои способы, методы и синтаксис преобразования. И сейчас мы об этом поговорим. Самые элементарные способы преобразования значения какого-либо типа в необходимый тип это использование глобальных классов необходимых объектов. Глобальных объектов, другими словами. Для преобразования значения в тип number необходимо использовать функцию number. То есть мы вызываем эту функцию. Мы ее можем вызвать не только с строкой, мы ее можем вызвать с Boolean значением, мы ее можем вызвать и с числовым значением. И на выходе мы от этой функции ожидаем получить число. Аналогично для строк и Boolean значений есть функции string и Boolean. То есть в эти функции мы передаем какое-то значение, которое мы хотим преобразовать в строку. Либо в Boolean значения. Преобразование происходит в соответствии с таблицей преобразований, которую мы ранее рассматривали. И обратите внимание, что преобразование значений в тип null или undefined нет возможности. Ну потому что эти типы, у этих типов данных только одни единственные значения null и undefined. Другие способы преобразования заключаются в использовании методов и специального синтаксиса. Для преобразования в число есть следующий метод. Например, для чисел parseInt в таком случае строки будут преобразовываться в целые десятичные числа. ПарсFloat для преобразования строк в дробные числа. Также есть способы преобразования посредством синтаксиса. Например, если мы хотим преобразовать что-то в число, то мы можем перед самим значением, перед самой переменной написать знак плюса. В данном случае это будет эквивалентно, что мы вызвали функцию number с необходимым нам значением. В данном случае плюс, это оператор, он называется унарным плюсом в джаваскрипте. Также еще есть другой способ получения из какого-то типа данных число. Это, например, из значения вычесть 0. Что в таком случае происходит? То есть эта запись тоже эквивалентна тому, что мы вызываем функцию number со значением и почему здесь так происходит. Когда интерпретатор видит, что из какого-то значения хотят вычесть 0, он понимает, что операция вычитания свойственна только числом. Когда эта операция свойственна только числом, он понимает, что оба аргумента должны быть числа. И в таком случае он x, если это не число, то старается привести к числу по тем правилам, которые мы уже ранее рассматривали. Для преобразования чего-либо в строку у всех типов данных, кроме null и undefined, есть метод toString. Например, преобразуем число в строку. Создаем перемену x, которая равна единице, и у x, которая является числом типом, называем метод toString и получаем какую-то строку. Тут такой вопрос встает. Значение единицы – это число, это элементарный тип данных. Откуда у такого значения может быть метод toString? Почему мы можем обращаться с этим значением, с элементарным типом, как с объектом? На самом деле у единицы, у числового типа нет метода toString. Происходит следующее. Когда мы пытаемся у числа условно вызвать, ну или у любого другого типа данных, вызвать метод toString, интерпретатор просто оборачивает это значение, функцию, вот в данном случае он знает, что x – это number, и он оборачивает это элементарное значение в объект обертку, то есть делает number x. И далее уже у этого объекта, уже не элементарного типа, а именно объекта, есть этот метод. Это вот примерно такое происходит под капотом движка JavaScript. Также есть методы для преобразования чисел в строке. Они представлены, есть три метода преобразования с помощью синтакси, то синтакси тоже возможны. Если мы хотим что-то преобразовать в строку, то мы просто к этому значению прибавляем пустую строку. И в данном случае эта запись будет эквивалентна функции string с аргументом x. В то же время для преобразования в значение типа boolean мы можем использовать два восклицательных знака, и в таком случае у нас какое-либо значение, неважно какого типа, приведется к значению boolean. И это будет эквивалентна записи boolean с аргументом x. А теперь давайте поговорим про переменные в JavaScript. Переменные – это имена либо ссылки на значения, необходимые для использования этих значений в коде. У переменных есть два этапа становления в программе. Первый этап – это объявление переменной, запись названия переменной и другими словами. И второй этап – это инициализация переменной, присвоение значения переменной, связывание названия со значением. Есть разные способы объявлять и инициализировать переменную. Самый современный способ объявления переменных – это использование ключевых слов let и const. Это простой синтаксис, думаю, об этом все знают. Мы можем просто объявить переменную и потом ее проинициализировать, то есть let x, а потом уже написать x равно единице. Можем сразу, тем более в случае констант, объявить и инициализировать, потому что константы – это неизменяемые перемены, поэтому мы их не можем объявить и инициализацию разделять. В том числе мы можем писать после одного ключевого слова сразу несколько переменных. Мы можем объявить сразу несколько переменных после ключевого слова let просто через запятую. для конст тоже такой же синтаксис есть. И также, как и для let, как и для const, мы можем в объявлении новой перемены и в ее инициализации использовать уже существующую перемену, которая объявлена до let и const. То есть let используем мы для переменных, значения которых могут меняться в программе, могут меняться, точнее, в программе, а const мы используем там, где мы не планируем менять значения. Давайте поговорим про особенности переменных, объявленных таким способом. Они имеют уголочную область видимости, то есть доступ к ним можно получить только внутри, грубо говоря, ближайших фигурных скобок, которых они объявлены. Исключениями являются объявления переменных в циклах for. В таком случае, хоть эти перемены и объявлены вне фигурных скобок, они будут доступны только внутри тела цикла, то есть внутри фигурных скобок. Если переменные объявлены на самом верхнем уровне, вне блоков, их опасть видимости уже становится глобальной. То есть мы можем получить к ним доступ из любого места в коде. Повторно объявлять перемену с существующим именем в рамках одного блока нельзя, то есть в рамках одних фигурных скобок мы не можем. Обратиться к перемене до ее объявления тоже нельзя. При объявлении объекта массива и так далее через const можно менять внутренние значения объектов, потому что в данном случае перемена будет хранить не само значение, а ссылку на объект. А присваивание этой перемены другой, а присваивание этой перемены другого объекта уже нельзя. В случае, когда мы хотим заблокировать возможность менять внутренние значения объекта, можно использовать метод object-defined property с необходимыми аргументами для блокировки изменения значения свойства. То есть, используя этот метод, мы можем сметировать поведение константы, когда у нас не будет возможности менять значение свойств объекта. Старый способ объявления переменной – это использование ключевого словарда. Мы также можем разделять объявление и инициализацию, также можем делать объявление и инициализацию вместе, и также мы можем сразу несколько переменок объявлять. То есть, вроде бы похоже на letty const, на самом деле есть небольшие различия особенностей переменных вар. Они имеют функциональную область видимости, то есть доступны везде внутри тела функции, которые они объявляют. То есть, неважно, в каких фигурных скобках они находятся, главное, что в теле функции. При объявлении переменной вне тела функции их область видимости становится глобальной. Такие переменные становятся свойствами глобального объекта Windows, например, например, self в Service Worker, при этом удалить свойства из глобального объекта именно путем операции delete не получится. Переменные вар можно повторно объявлять существующим именем. В таком случае перемена заново объявится. И при отключенном строгом режиме в JavaScript к переменам вар можно обращаться до их объявления. В таком случае мы просто получим значение undefined, в отличие от let и const. И еще один способ заключается в объявлении переменной без какого-либо ключевого слова, вне строгого режима исполнения JavaScript. То есть со строгим режимом такого работы не будет. При таком объявлении переменная будет себя вести как переменная вар за исключением области видимости. Переменная будет глобальной независимо от того, где она объявлена была. То есть неважно в какой функции или фигурных скобках она будет глобальной. И последний способ объявлений переменных, можно сказать особой синтаксис, это использование ключевых слов let const var и деструклирующее присваивание. При таком способе значения справа от знака равно являются массивом или объектом, а слева переменные, заключенные в литеральной синтаксис массивов или объект. Распотрим самые простые примеры. Например, в первой строчке, где у нас есть справа от знака равно массив, стоящий из единицы и двух, и мы можем сразу эти значения 1 и 2 записать переменные путем написания такого синтаксиса. Также такой синтаксис нам позволяет поменять значения переменных, как во второй строчке написано. Помимо этого, мы можем из объектов доставать значения. То есть у нас будут создаваться переменные, как в третьей строчке переменные, у которых название переменных равно названию свойства объекта. И в таком случае у переменных будут значения как значения свойств объекта. Помимо этого, если, например, рассмотреть самый последний вариант, самую последнюю строчку, у нас может быть деструктуризация очень ложной. У нас может быть объект, а внутри объекта у свойств может быть массивы. И даже такое мы можем деструктурировать, и каждое значение, находящееся в этом массиве, в этих массивах в одном объекте, мы можем записать в одну переменную буквально за одну строчку, за один проход. Ну и под конец давайте поговорим про правила и особенности наименования перемен. Имя переменной должно содержать только буквы, цифры или символы доллара или нижнего подчеркивания. Первый символ не должен быть цифрой, нельзя использовать дефис в имени переменной вообще ни в каком виде, нельзя использовать в качестве имени переменной зарезервированные слова JavaScript. То есть, условно, мы не можем в качестве имени переменной использовать слово return, которое свойственно для возвращения значений из функции. В качестве букв можно использовать буквы из практически любого языка мира, включая иероглифы. Регистр имени имеет значение, если будет объявлено две переменных с одинаковыми наименованиями, но с разными регистрами, то это будет считаться двумя разными переменами. Но, конечно, так делать нежелательно, чтобы просто самому не запутаться в том, что там написано. И также рекомендуется называть переменные, применяя разные нотации для более хорошей читаемости. Например, основные такие нотации, которые используются в JavaScript, это CamelCase, PascalCase или ScreamingSnapeCase. Что это означает? Это означает, что то, как записаны названия этих нотаций, так же переменные записываются. В случае CamelCase у нас первое слово всегда пишется с маленькой буквы, а следующие слова всегда пишутся с первой большой буквы. В случае PascalCase, так в JavaScript такой нотацией называют классы, например, у нас каждое слово пишется с большой буквы. А в случае ScreamingSnapeCase у нас все буквы заглавные, и слова разделяются нижним подчеркнением. Так, например, мы в JavaScript принято называть константы. Ну и в заключение. Сегодня мы поговорили о типах данных в языке программирования JavaScript, о переменных и их значениях. Рассмотрели возможности преобразования значений из одного типа в другой. Сам по себе JavaScript слабо типизируемый язык программирования, отсутствует строгая регуляция типа переменной. Но при необходимости строгой типизации можно использовать расширение, еще называют языком программирования TypeScript.